Мы летим в Грецию! Отдыхать! На каникулы, мы их заслужили! Ну и как-то даже вот немножечко изменили мою жизнь тоже Вау, чудеса! Вау, чудеса! Первый день в этом деле, который подарил большую машину Помнишь, на которой ты катаешься все время? Помнит, конечно! Помнит? Да, очень красиво! Цацак, сколько тебе рассматривать! Тимонный, наверное! Улетаем! Мы летим! В перспективу! Приглашение! Сейчас покажу! Это меня Филипп пригласил! Представляете? Написано Пакуйте чемоданы, улетаем в отпуск! Уважаемые! Уважаемые пассажиры! Отправляемся на тематическую экскурсию мифы Древней Греции по книге Куна Сейчас вам Марго расскажет свой любимый миф греческий Я знаю только настоящие факты, что Афродита на самом деле пришла из Греции и считалась самой красивой богиней А еще у греков было очень модно рисовать монобров Я вам изображу немножко позже, как это выглядит Ну что, добро пожаловать! Добро пожаловать! Нам удобнее идти здесь, чем вам Филипп Я во весь рост стою Вот там кроватка для вас как раз Класс! Все, мы туда-туда, да? Мы сейчас определимся Мы летим в Грецию! Отдыхать! На каникулы мы их заслужили У меня есть за что выпить А-а-а, точно! Филип Педросович, вы проиграли мне желание Выпьем за это А какой я напомнил? Забыл. Вы летите в отпуск с одним чемоданом. Не получилось. Смотри, вы ходите. Да, да, да. Старик, вы проспорили карте. На что? На желание. На какой сутку? Что вы летите с одним чемоданом. Увы и ах. Я, кстати, сегодня спрашивал. Два. И почему два? Да, я выставил четкую задачу. Четкую задачу? Ладно, мы подберем какое-нибудь желание. Не, мне жалко. Чтобы всем было приятно. Какой вы любите? Белес. Пусть думают, что мы... А я бы еще сказала, знаете, за что? За то, что мою песню июльское платье взяли на русском радио. Ура! Июльское платье на русском радио. Победа! Моя первая песня на русском радио. Июльское платье, слушайте. Июльское платье. Июльское платье. Побываю сегодня с собою. А когда уже силы не хватит. Я немного ему приоткрою. Себя. 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 Собственно. 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 Элунда. Элунда, Грис. Что тебе крепят сейчас? Мне сейчас крепят огромную косу. Красивую. Потому что я сейчас буду в образе молодой Мадонны. Молодой называл ты Мадонна. Этот наряд сейчас будет один в один. Как тот день, когда впервые меня увидел Филип Педросович на сцене. И сказал, что я похожа на молодой Мадонна. Блин, было круто. Но до меня такое через три года дошло, что он это сказал. Серьезно? Да. Я вообще такая думаю, блин, классно, круто. И все. И как-то потом проходит три года. Я только сижу и думаю, офигеть. Это же реально Киркоров мне сказал, что я похожа на Мадонну. Думаю, надо ему срочно звонить, как-то писать, что-то делать. И вот с тех пор мы начали уже общаться еще ближе. Знаете, лучше поздно, чем никогда, я же говорю. Это в этот раз Ноби, да, поделала? Да понравилось, что я летела под вертолет в водичку. Я просто представляла этот звук. Круто было, круто. Выходит, я пошла. Ой, я сейчас красиво выдусь. Не снимаешь? Попробую покрою. Смотри, не упади тут. Это будет фиаско. Ёбер летят. Это фиаско, братан. Сейчас еще раз. Ай, блин, еще печет густо. Мотор, камера. Сейчас. Камера. Снимай. Сейчас вот так. Раз, два. Красиво. Не дошла. Мне понравился такой звук был. Бульк. Так, кто-то будет нырять с моей сережкой. Мне нельзя, у меня макияж. Сейчас я нырну. Ага. Красота. Да. Ой, мне нравится работать в таких условиях. Погода идеальная. О, больно. О, капец, блин. Ужас. Что не сделаешь ради этого видео. Ого, как встреча. Я на русском радио. Да, на русском радио. Поздравляю. Спасибо. Какой красивый. Да. Пойдемте. Ложите этот для вас шезлонг. На шезлонг. Шезлонг? Всегда. Руки. Ноги. Уходим. Не получилось. Я упала. Все, еще раз. Поберитесь. Все, поехали. Ноги. Отходим. Это трудно. Нет, давай еще раз. Да, давай. А так хорошо было. Сдвинулась. Молодая. Молодая стоит должна. Ладно. Стоп. Филипп. Класс. Филипп. Раз. Два. Две. Считай. Вау. Чудеса. Красава. Аааааа. Оооо. У вас такие большие глаза филипп. Ооо. Очень красивый. Но это отдельным рилтон ставят. Молодый Лэнх. Хааах. ettechedume все ныне". Ну, Туп OK. Вы, конечно, чуть высоко взяли руку, но ничего страшного? Да, невозможно. Руки, ноги, ноги. Отходим, Филипп. И забегаем. Классно. Ну, вот так вот. Ну, как вам здесь? Филипп Эдросович, благодарю вас. Тут так красиво. Я никогда в жизни не была в Греции. Я поэтому очень благодарна, что вы меня пригласили. Берегай Лады. Здесь история. Отсюда все начиналось, зарождалось. И очень символично, что мы приехали сюда, чтобы что-то начать очень важное в вашей жизни. Но мы сюда приехали не отдыхать. Приготовьтесь. Мы сюда приехали создавать контент. Мне это нравится. У нас получится красивейшее видео для нашей с вами совместной песни. Да. Я уверен, что в этой песне будет резонанс, потому что песня про нас, про ситуацию, про вашу жизнь. А помните, кстати, как мы с вами познакомились первый раз? Конечно. Конечно. Это было года четыре назад. И вдруг вы появились на сцене. И невозможно было не обратить на вас внимания, потому что вы очень напомнили одну из моих самых любимых певиц и артисток. Вот. Я помню. Помню, вы ко мне подошли. Да, я к вам подошла. И вы сказали, вы напоминаете мне Мадонну молодые годы. Да, да, да. Да. Спасибо. В тот же вечер мы с вами обменялись номерами телефонов, но вот написала я вам только спустя года три. На самом деле написала вам неспроста. Я сидела дома, и у меня случилось видение. И я увидела, что мы с вами идем по красной дорожке. Я такая очнулась, думаю, господи, я вроде бы не сплю. И я подумала, это как знак свыше, что нужно вам срочно написать и послать вам песню. И вот именно в этот момент я вам отправила это. Да, но я почему-то не ответил, потому что... Потому что вам пишут очень много людей. И вот вас я пропустил. Но награда все равно нашла своего героя, и мы все равно встретились. Чему быть, тому не мне давать. Да, но у нас есть проводник в нашей истории. Максим Ситик, ваш земляк. Да. Вот, и через Максима, с которым вы выросли. Да, ведь когда я написала Максу, я еще не знала, что он стал вашим директором. Я просто почувствовала, что нужно ему написать. А, вы не знали? Да, я еще не знала, что он ваш директор. Я его написала, и он говорит, ну, своих не бросаем, своих не оставляем. Хорошо, я Филиппу передам. У меня будет время только с 18 до 20. С 18.30 до 20. Все остальное время мы даже сегодня можем не увидеться с ним. Поэтому он либо подъехал. Бестро надо сейчас, я тоже думаю, может подъехать. Мне подъехать? Поговори с ним. Ну, хочешь, поехали вместе и подъедем. Конечно, я хочу! Ты издеваешься, что ли? Охренеть, какое бестро. Пиши, мне сейчас плохо станет. Я еду к Хирисгеркорову! Охренеть! Охренеть! Держите кулаки, я еду к Хирисгеркорову! Надо верить чудесам. Надо загадывать. Надо не сомневаться в себе. Надо очень много трудиться. У вас есть желание. У вас есть обаяние. У вас есть вот это вот то, что меня зацепило в вас. Вот это невероятное желание стать, сделать, суметь. Вы приехали в Москву. Не знаю, куда вы едете. Вы приехали из глубинки. Перешили приехать покорить Москву. Мама в Москву всегда мне верит. Вы долго себя искали. Вы долго искали куда, что, чего. Вы нашли меня. Ну и как-то даже вот немножечко изменили мою жизнь тоже. Вы очень светлая, да. Вот у вас хороший свет идет. И этого мне лично очень не хватало. В этом шоу-бизнесе, который за 35 лет показал мне себя со всех сторон. Потому что ты действительно светлый человек. Ты действительно бремяна. Поздарите ей такую светлую девовацию! Она достойная, она заслуженная, она прекрасная девочка. И у нее все будет хорошо! А вы такое солнышко появились. И вот захотелось с вами что-то сделать. Спасибо, Филипп Бедросович. Это огромный комплимент для меня. Я люблю дарить позитив людям. И рада, что вы почувствовали эту мою энергию. Позитивную. Давай, солнышко, удачи тебе. Все получится. Спасибо, Филипп.